о я в эфире подождем друзей а их у меня около 10 тысяч человек и всем приходит оповещение что ирина агапова начала очередной стрим нахожусь я сейчас в таком прекрасном месте люблю здесь отдыхать она меня успокаивает привет привет друзья кто присоединился борис тоже привет евгений привет евгений сериков привет речь пойдет сегодня о сетевой проституции что же это такое сетевыми проститутками или не знаю проститутами я называю тех людей которые бегают по проектам не скрою я тоже бегала по проектам это было года два назад и человеческая жадность ведь не знает границ я теряла там тысячи долларов много денег теряла и после того как я потерял очередную тысячу долларов я решила что я буду работать в проекте всем миром это был еще 2013 год потеряла я деньги где-то в пятнадцатом году и начала после этого решения активно строить свою структуру и даже сейчас мне говорят что ира ты уже миллионер почему ты строишь структуру до сих пор потому что я хочу больше я хочу стать долларовым миллионером и купить себе еще несколько недвижимости сдавать их и хочу townhouse и может быть домик на море планы у меня большие мечты у меня тоже большие так вот про сетевых проституток что меня сегодня поразило в одной даже не буду скрывать в одноклассниках сегодня наткнулась на такие высказывания прошлом году у меня была был партнер не буду называть ее фамилию и имя это не этично я на нее потратила очень много времени она у меня где-то побыла в проекте месяца два мы с ней общались где-то ну часа по полтора по два в я тогда еще давала свою методику приглашай не приглашая бесплатно над которой я пыхтела три года и потом эта женщина спустя два месяца ушла в другой проект может кто-то ее переманил сказал что 105 долларов вход в проект всем миром это очень дорого дорого приходи к нам тут вход в проект 6 долларов или еще что то подобное в общем ушла на другой проект проходит год ничего она не заработала и в том проекте и получается заходит она на посты наших участников которые сейчас работают моей команде в проекте всем миром и никакой помощи не существует что администратор проекта не показывается что никакие вебинары не проводятся и тому подобное что они несколько в себе уже купили спасибо за ваши репост ребята на смотрит 21 человек сделайте еще пожалуйста репост и и начинает ее спрашивает приведите хоть один аргумент докажите что это обман вот почему я заработала три квартиры я заработала она не заработала как вы думаете ответьте мне на вопрос вот не на конечно такие встречаются они думают что если у них не получилось значит это обман это не обман это она лентяйка она палец о палец не ударила она не запускала рекламу она не писала истории из вас кто-нибудь пишет истории в контакте stories или в инстаграме поставьте пожалуйста плюсики кто из вас пишет истории вот у меня 10 тысяч друзей а каждый день история я вижу где-то около 20 марис пишет история еще кто пишет историю поставьте плюсики истории популяризируют ваш бренд если у меня больше 4 тысяч подписчиков и 8 тысяч друзей получается где-то 12 тысяч человек народу и я каждый день записываю истории эти истории видят все мои подписчики и все мои друзья и что происходит эта история через 24 часа удаляется надо записывать новые истории и у меня постоянные зрители появляются которые мне постоянно смотрят в историях можно отследить сколько человек посмотрела вашу историю у меня по 30 просмотров по 45 просмотров а таких историй я записываю штук по 15 по 20 вот убедитесь сами откройте stories и посмотрите мои истории я не обязательно по бизнесу записываю я записываю какая погода например если мы на море съездили или куда-нибудь в отпуск или сходили на шашлык или в кино я всегда записываю каждый день увидел кошку запиши историю съел овсяную кашу запиши историю какая у вас погода там вышел в рощу запиши историю и так далее это популяризирует ваш бренд а если вы еще и сетевик то люди будут интересоваться вами как личностью и будут интересоваться чем вы занимаетесь а вы занимаетесь сетевым бизнесом так по поводу вопросов кто там в кустах или бегала решила идти пешком у нас посмотрите какая тема тема у нас называется сетевая проституция поэтому пожалуйста пишите по теме и не надо писать всякую ерунду здесь в общем я считаю так что надо один проект нормальный найти и строить в нем структуру структура по хорошему на нормальный бизнес тратится около трех лет еще есть такая пословица что у людей не хватает терпения построить бизнес за три года но хватает ходить на работу 40 лет вот у меня хватило терпения строить бизнес за три года сейчас у меня пассивный доход поэтому я могу заняться какой-нибудь нормальной компании наряду с этим кто не знает Иван Логачев что такое сетевая проституция это когда человек бегает из проекта проект в проект а потом обсирает тот проект предыдущий где у него не получилось так вот этот партнер как у меня и получилось он обсирает тот проект то есть наш где у нее не получилось у нее не получается и в этом проекте где она сейчас прошел год у нее ничего не получается поэтому она вся желчью исходит и начинает поливать грязью наш проект вот так происходит поэтому я вам советую не бегать из проекта в проект конечно же приглашаю вас проект всем миром который у меня на стене закреплен записи я в нем стала миллионером я заработала по 17 миллионов рублей за четыре года и купила три квартиры об этом свидетельствует все мои видео все мои видеозаписи на канале и все мои видеозаписи на этой странице так Юлия Хохлова я вас сейчас забаню насовсем если вы сейчас не удалите свой спам я 300 человек позову команду Борис запомни Юлия Хохлова сейчас мы ей нажмем спам кинем в чат вашу ссылочку ваши истории я тоже вижу кидаем в чат ссылку и жмем жалобу на то что страница засоряющая поиск и рассылка спама вот так мы наказываем спамщиком спамщиков себя популяризировать не хотите а срете тут своим спамом под моим стримом это как называется называется сранье в чем спам зачем вы пишете про свой проект у меня в трансляции вы проведите свою трансляцию и рекламируйте свой проект там я рекламирую проект всем миром и не надо в моих трансляциях писать свой спам так понятно я вас блокирую Юлия всего доброго всем говорю тоже всего доброго так давайте на ваши вопросы дмитрий николаев я людей обманываю в чем я людей обманываю вы делаете ее на весь мир я делаю свой стрим на весь мир да нас смотрит 49 человек почему называется сетевая проституция вика тебе 13 лет иди отсюда это для взрослых тетечек и дядечек да да все в жизни возвращается вот вы сейчас у меня нагадили под видео вам это вернется блокировка страницы ждите весь мой чат за это нажмет вам жалобу чтобы вы в следующий раз так не делали почему называют сетевая проституция потому что люди бегают из проекта в проект вкладывают туда деньги теряют деньги а потом обсирают тот проект где они уже были ничего у них не получилось ой сколько на 74 человека ну я все не буду рассказывать заново всем здравствуйте так инесса друзья нажмите инессе оскорбление и жалобу за то что она матом ругается инесса вершнякова да так запомним тоже но восстановят же хорошо а некоторых просто за спам удаляют просто пока у вас будет страница заморожена если у вас там есть друзья вы не сможете писать истории вы не сможете делать посты вы не сможете отвечать за регистрированным людям а в следующий раз будете думать головой стоит спамить у других по трансляции или не стоит если вы сами не умеете себя популяризировать значит нужно спамить у других на страницах да ну фейк так фейк 86 человек нас смотрит спасибо за ваши лайки хочу от вас так сегодня много пятница у нас сегодня на куда я иду я иду гуляю я видите как какое место красивое сколько лайков идет просто обалдеть сдайте меня ментам все менты уже в проекте всем миром проституция это же слово то литературное правильно а суббота сегодня но видите я на работу не хожу поэтому я даже дней дни недели не считаю какой сегодня день на каждый день выходной мне проекты идут ежедневно ой заговорюсь переводы денежные идут ежедневно я их выставляю в историях я их выставляю у себя в группе стань миллионером которая закрепленная у меня есть закрепленная запись кто хочет быть миллионером так как я регистрируйтесь по ссылочке в закрепленной записи но прежде чем регистрироваться посмотрите пожалуйста презентацию которая в видео в закрепленной записи константин голуб я хочу макжан по поводу сиськи писик это вам не ко мне это вам за деньги покажут на другом сайте так тема немец тоже в бан пойдет и за оскорбление личности за матерные слова так еще друзья смотрите у меня есть два пин-кода которые через три дня сгорят у меня их очень хорошо разбирают для чего они нужны пин-код дает вам право на регистрацию на активацию кабинета не успеваю читать все сообщения заново напишите очень много сообщений пин-код дает вам право на активацию кабинета я его продаю за 200 рублей то есть сначала вы оплачиваете 5 долларов потом оказываете помощь 100 долларов чтобы получить статус благотворителя в этом проекте ну так вот вот вместо того чтобы вам не платить 5 долларов у меня есть пин-коды их осталось два покупаете переводите мне либо на карту сбербанка либо на киви кошелек получаете 12 цифр как зарегистрироваться ссылка будет у меня на стене она сейчас есть даже вы можете сейчас после трансляции перейти по ссылке посмотрев сначала презентацию потому что если вы посмотрите презентацию будет у вас меньше вопросов дальше а гена пишет мошенница и кого я и в чем обманула за четыре года пишите сразу доказательства нет не биткойны деньги мы получаем в долларах проект у нас международный работает 142 странах мира с 2011 года по поводу и п и налогов кто-то спрашивал по поводу налогов мы налоги не платим потому что деньги дарения налогом не облагаются проект что за проект проект всем миром whole world ссылка у меня из презентации закрепленной записи порнографии не в том месте сергей михайлович вам кроме маньяков заняться нечем ой сколько комментариев то ё-моё деньги переведи и забудь а вы про меня хоть один отзыв плохой в интернете нашли прежде чем писать такую чушь вот сначала найдите про меня какой-нибудь отзыв плохой о том что я кого-то обманула о том там видео например или текст приведите доказательства мне ваши 200 рублей погоды не сделают вот если вы будете у меня в команде работать вы мне тогда принесете денежку ваши 200 рублей погоды не сделают но не хотите мне переводить можете тогда за 5 долларов 25 центов с комиссией активироваться так но два пин-кода я продам первым двум людям которые мне напишут в личку и у меня его купят так ну что будем заканчивать ахаха юдина а почему не видно что миллионерша у меня на лице должно быть написано здесь получаю миллионы да а как должен выглядеть миллионер костюмчике с бабочкой в кепочке откуда вы знаете сколько у меня на счетах лежит посмотрите как я отдыхаю посмотрите что у меня три квартиры канал на ютюбе у меня вот вверху написан мой канал на ютюбе говор говор вы знаете что сколько стран в мире и и у каждого человека я не гэкаю я не акаю я не окаю каждого человека свой говор местности где он проживает не так ведь татьяна лёвина вы себя что представляете надо шокать шокают у нас на украине или в украине михаил иванов докажите что не миллионер а вы видели мою пред предыдущую трансляцию посмотрите у меня я там как раз свой кабинет показывал показывал свои доходы разводняк если пишите разводняк доказывайте кто кого обманул в чем что будем заканчивать трансляция почему так называется третий раз отвечаю потому что люди бегают из проекта в проект то есть сетевые проститутки в сети интернет бегают туда-сюда от одного к другому называть сетевая проституция все всем пока спасибо за ваши комменты лайки первые два пин-кода продам по 200 рублей первым двум людям кто первый купит как кто первый встал того и тапки всем пока